В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте! В медицинском клиническом центре имени Симашко состоялось открытие модуля радионуклидной терапии и диагностики. Это второе учреждение во всей стране, где проводится лечение рака щитовидной железы. Уже совсем скоро здесь появятся первые пациенты. Специалисты утверждают, радионуклидная терапия – единственный метод, который может излечить рак щитовидной железы. До сегодняшнего дня лечение с помощью ядерной медицины можно было пройти только в Обнинске, при том, что в России раком щитовидной железы ежегодно заболевают около 9 тысяч человек. Мы можем за год в этом замечательном корпусе принять максимум 450 человек. Но это все-таки первый значимый шаг, потому что мы достаточно мощное учреждение, и я думаю, что сможем помочь, по крайней мере, северо-западному региону. Очередь очень большая, уже со всей страны к нам записываются. Эти кадры в своем роде уникальны. После начала работы центра вход посторонним сюда будет недоступен. Радионуклидная терапия основана на использовании 131-го йода, известного как радио-йод. Попадая в организм, препарат направляется непосредственно к злокачественным клеткам, полностью уничтожая их. С появлением первого больного, принявшего радио-йод, здесь будет установлен особый режим, ведь такой пациент на короткий срок становится радиоактивен. Выход из палаты первые четыре дня строго запрещен. В противном случае мгновенно сработает специальная система оповещения. Вызов персонала палату по специальному сигналу. Строительство центра началось четыре года назад. Тогдашнее руководство области не спешило одобрить столь масштабный проект, но мэрия города выдала разрешение на его строительство, объективно оценивая важность создания подобного комплекса для архангелогородцев. За последние несколько лет больница Симашка, и так прославленная и занимающая ведущее место среди лечебных учреждений нашего города, за последнее время действительно превратилась в очень передовой лечебно-профилактический центр. И следующим шагом, вот это строительство такого центра, ядерной терапии, и, конечно, мне бы хотелось пожелать, чтобы как можно меньше архангелогородцев попадало в этот центр, чтобы они были здоровы, и такой вид болезни их не мучил, так же, как и все прочие. Но, если уж случилась беда, возможность профилактики, она теперь у нас есть. И это огромнейший шаг в оздоровлении жителей города Архангельска, Архангельской области и за ее пределы. Поэтому мне огромнейшее спасибо хочется от всех горожан выразить вам, уважаемая Елена Владимировна. Я считаю, что день в год 430-летия города Архангельска – это замечательный подарок нашим горожанам. В 2010 году из 300 мест страны для запуска пилотного проекта по строительству центра радионуклидной терапии был выбран Архангельск. Именно здесь, в клиническом медицинском центре Симашка, расположена подготовленная научная клиническая база и работают высокопрофессиональные кадры. Проект был реализован в рекордно короткие сроки. Этот проект практически первый в истории отечественной ядерной медицины, поскольку модульных центров ядерной медицины до возведения, вернее, до начала принятия решения на строительство этого центра в стране не было вообще. Жители города Архангельска, Архангельска области получают великолепный центр, абсолютно современный. То есть вот здесь можно просто завидовать. Завидовать и порадоваться за то, что у вас это свершилось. Возведение центра радионуклидной терапии диагностики в Архангельске – это прямое доказательство того, что высокие технологии – не фантастика, а существующая реальность. То, что здесь и сейчас дает возможность спасти здоровье и жизнь людей. Строительство важных социальных объектов нашего города находится под постоянным контролем мэра областного центра Виктора Павленко. Дома на улице Конзихинской для расселения жителей из аварийного жилья, реконструкция футбольного поля в спортивной школе номер 6 и возведение детского сада на улице Полина Осипенко. Вот лишь несколько объектов в повестке дня работы городских властей. Еще недавно здесь гулял ветер, а совсем скоро будут прогуливаться новоселы, жители второй очереди домов на улице Конзихинской. В прошлом году там уже были построены три жилых объекта, были расселены шесть аварийных деревяшек. Кстати, на Конзихинской домов теперь тоже шесть. И это только начало строительного пути. Значит, у нас здесь площадка есть еще под строительство шести домов. Мы определяем санитарную зону, решаем с ними, если эта санитарная зона будет соответствовать, то здесь еще будет шесть домов, и мы вот этот завершим полный такой микрорайон, комплекс новых домов для социального жилья. Эстафету большого строительства подхватила и Цыгламень. Там также будет строиться новый микрорайон для расселения аварийных жилых домов, а их в округе около 800. Торги на возведение первых 13 секций уже прошли. После заключения контракта на общую сумму 490 миллионов рублей начнется строительство, по окончании которого квартиры получат жители 41 аварийного дома. Ждут окончания работ и жители Майской горки, а точнее малыши. Уже 1 сентября свои двери для них откроет детский сад на 220 мест. В планах муниципалитета – строительство садиков в Соломбале. Очень здорово, что есть дорожная карта федеральная, и по этой дорожной карте мы получаем федеральные средства. То есть софинансирование из муниципального бюджета, часть из регионального бюджета и с федерального бюджета. Наша позиция, которую мы уже в течение шести лет ведем, будем возвращать бывшие детские сады в нашу систему и их ремонтировать. А здесь за 66 миллионов рублей мы приведем порядок и будет современный детский сад. И эта работа продолжится. Продолжается работа и в Северном округе. На стадионе Дю США номер 6 скоро появится новое футбольное поле с искусственным покрытием. Общая стоимость проекта – 135 миллионов рублей. Финансируется стройка из городского, областного и федерального бюджетов. Сейчас начинается установка покрытия для поля. А сдать объект строители планируют уже в этом году. Мэрия Архангельска разработала проект планировки жилого района Майская горка. Здесь планируется застройка домами по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Как известно, до 50% стоимости нового квадратного метра достигает стоимость подведения к дому коммуникаций. Эти затраты можно было бы сократить, но инвест-программа МУП «Водоканал» до сих пор не утверждена правительством области. Подробнее о ситуации в интервью Сергея Рыжкова, директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал». У нас в гостях директор муниципального предприятия «Водоканал» Сергей Рыжков. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Сергей Валерьевич, в чем суть принятого решения об определении ориентировочного тарифа на подключение к сетям водопровода? На этой неделе состоялась коллегия агентства по тарифам и ценам области, на которой действительно была утверждена плата, ориентировочная стоимость при соединении одного кубометра по водоснабжению и по канализации. Суть этого решения в том, что на сегодня «Водоканал» сможет выдавать технические условия застройщикам на проектирование строительства и жилых домов, и иных зданий, для того, чтобы все-таки подводить к этим домам водопровод и канализацию. А что такое технические условия и зачем они нужны застройщикам? Технические условия на присоединение к сетям выдаются застройщикам, для того, чтобы выполнять проектирование наружных водопроводных сетей и определять вообще мощность по зданию. Кроме этого, технические условия нужны ресурсоснабжающие организации, в частности, это «Водоканал», для того, чтобы определить мощности, подводимые к зданию по сетям. Мы должны создать их на границе земельного участка, ну и, соответственно, при подключении здания должны обеспечить здание водоснабжением и водоотведением. Застройщик перед тем, как проектировать какое-либо здание, в том числе и жилой дом, обязан определить нагрузки и обязан спроектировать наружные водопроводные сети и сети канализации. Он обращается за разрешением на строительство в департамент градостроительства мэрии, где получает все необходимые согласования и получает указания о том, от кого ему необходимо получить технические условия. В том числе, это тепловые нагрузки, это нагрузки по электричеству и нагрузки по водоснабжению и водоотведению. После этого застройщик обращается во все ресурсоснабжающие организации с требованием получить технические условия. Если такая возможность есть у коммунальной организации, технические условия выдаются. Если такой возможности нет, то в инвестиционную программу организации коммунального комплекса вносятся соответствующие изменения. Эти изменения должны быть утверждены Министерством ТК ЖКХ области, определена стоимость присоединения такого объекта агентством по тарифам и ценам, и после этого также должны быть выданы технические условия. После этого проектировщик этого объекта может приступить к проектированию, к определению нагрузок, к определению размещения объекта на участке и так далее. Сергей Валерьевич, а скажите, а какие есть конкретные объекты? Сегодня у нас имеются заявки на 44 многоквартирных дома, 16 заявок с прошлых лет, которые мы сможем продлить, и застройщики смогут продолжить проектирование. 23 заявки мы получили в 2013 году и 5 заявок в 2014 году. Кроме этого, есть и объекты инфраструктуры. Это два детских сада на 280 мест каждый, реконструкция аэровокзала в аэропортуарх Англии, легкоатлетический Манеж Новоравина, бассейн на стадионе Буревестник. И в первую очередь, конечно же, мы рассматриваем перинатальный центр на территории областной больницы. А каковы, на Ваш взгляд, в связи с утверждением тарифов перспективы развития 6-7 микрорайона и в целом жилищного строительства? Вообще, в целом, на сегодня очень много заявок, по которым мы вынуждены были отказывать в выдаче технических условий в 2013-2014 годах. Более 44 жилых домов. Это мы берем только крупную застройку. В первую очередь, это 6-7 микрорайон. И точечные объекты Варавина, Соломбола, Маймакса. 6-7 микрорайон, я сказал, является наиболее крупным. Сегодня есть 5 заявок по участкам от мэрии. И есть индивидуальных застройщиков по жилым домам, по отдельным. Также в микрорайоне 6-м также имеются 3 заявки. Поэтому по 8 жилым домам мы сможем выдать технические условия. А когда правительство области планирует утвердить инвестиционную программу? Инвестиционная программа водоканала может быть утверждена к декабрю этого года. До этого времени мэрия утвердит схему водоснабжения города и схему водоотведения. После этого депутаты ее рассмотрят. Пройдут общественное слушание. Будет сформирована новая инвестиционная программа предприятия. Я думаю, что в октябре-ноябре текущего года мы ее подадим на утверждение. И до 25 декабря агентство по тарифам и Министерство ТЭК и ЖКХ смогут ее утвердить. А могут ли застройщики начать проектировать сети, чтобы попасть в федеральную программу «Доступное жилье российской семье»? По данной программе также застройщики могут к нам обращаться. Ориентировочная стоимость на сегодня определена. Мы сможем им выдать информацию и о стоимости, и о технических условиях, об условиях присоединения их объектов. Сергей Валерьевич, я благодарю за Ваши комментарии. У нас в студии был директор муниципального предприятия «Водоканал» Сергей Рыжков. Как прожить 60 лет в браке? Секретом своего долгого счастья в юбилей бриллиантовой свадьбы поделилась семья Жуковых. В праздничный день юбиляров поздравили мэр Архангельска Виктор Павленко с супругой Галиной Александровной. Марш Мендельсона для этой пары звучит не впервые. Но, как и в 1954 году, Тамара Федоровна от волнения не сдерживает слез. В этот день, 60 лет назад, она связала свою судьбу с Георгием Жуковым. Так родилась эта семья. В день свадьбы мы ходили, у нас был букет сирени, в тот день нарвали. И была фотография, где мы сидели с сиренью после свадьбы букеты. И собака была у нас, нога ховчарка, тоже держала веточку сирени. Так что сирень мы вспоминаем, как наш цветок молодости. В 17 лет Георгий Александрович ушел на фронт, служил в артиллерии заряжающим. После войны в вечерней школе познакомился с одноклассницей Тамарой. Вместе молодые люди учились в институте на факультете иностранных языков. А затем посвятили себя педагогике. Историю жизни семьи Жуковых вновь вспоминали в стенах ЗАГСа. В книге записей актов гражданского состояния супруги, как и 60 лет назад, оставили свои подписи и обменялись кольцами. Бриллиантовые ювеляры поделились секретом семейного счастья. Любовь должна быть на первом месте. Уважение. Внимание друг к другу. Внимание. Уважение. Куда бы ни пошли, куда бы ни поехали, что бы ни стали делать, мы все время вместе, всю жизнь вместе. Среди почетных гостей – мэр Архангельска Виктор Павленко с супругой Галиной Александровной. В октябре этого года они тоже отметят юбилей – 30 лет совместной жизни. Семья – это основа общества, и вы пример тому, как надо жить, любить, честно трудиться. Ваш юбилей – 60 лет большой истории нашего города, история вашей семьи, она многогранная. Поэтому вот из таких историй складывается история нашего города. На память о встрече городоначальник подарил супругам настольные часы. Они будут отмерять следующие счастливые годы сменой жизни Читы Жуковых. В преддверии юбилея столицы Поморья в Архангельске проходило несколько крупных творческих и профессиональных конкурсов. В них принимали участие как отдельные жители Архангельска, так и целые организации. Итоги всех конкурсов торжественно подвели в День города. О том, кто стал победителем в номинациях, расскажет Екатерина Грицыенко. О городе, о море, о себе рассказывают в своих музыкальных и поэтических произведениях наши талантливые земляки. А вот итог их творческих достижений был подведен в День города на площади мира. Эмоции меня переполняют. Я чувствую гордость, испытываю гордость за свой город. Я очень рад, что получил этот диплом. В конкурсе о городе, о море, о себе участвовали как профессиональные поэты и композиторы, так и самодеятельные авторы без ограничений по возрасту. Победители определяли в номинациях музыкальное и поэтическое произведение. Диплом третьей степени Алексею Карпову принесла песня «Здравствуй, Арктика». Она навеяна была моей работой в Северном Арктическом Федеральном Университете, собственно говоря, в котором на каждом шагу все связано с Арктикой. Главное условие конкурсным материалом – они должны отражать тему любви к Архангельску, его прошлому, настоящему и будущему. И не важно, написано ли произведение о целом городе, его районе или улице, главное, чтобы в нем раскрывалась красота души северного народа. Мы пишем песни на протяжении всей своей жизни и живем в этом. Я работаю в культурном центре Бакарицы, мы в этом валимся, живем. Произведения лауреатов, дипломантов и участников конкурса получили и материальное воплощение. При содействии мэрии города выпущены диски и сборники стихов наших северных авторов. Каждое стихотворение начинающего автора – это своеобразная летопись нашего города. Тем временем на площади драмтеатра подводили итоги других конкурсов. 32 участника, 5 номинаций и всегда чистые дворы. Конкурс «Лучший архангельский дворик» доказал – красота этого мира в наших руках. По результатам конкурса создателями самого уютного дворика в городе стали жители многоквартирного дома номер 32, корпус 4 по улице Воронина. Также в День города чествовали лучших предпринимателей, кондитеров и поваров Архангельска. Эта премия получена за работы по реставрации зданий макарских бань. Это приятно получить оценку своего труда, потому что это, наверное, первая оценка за 25 лет предпринимательской деятельности. Я люблю свою профессию, отдаю ей душу. Очень приятно, очень добрая профессия. Признание всегда заставляет идти вперед, стремиться к большему, развиваться и творить на благо людям. И такие городские конкурсы обязательно приведут к новым достижениям. В свет вышел новый выпуск газеты «Архангельск. Город воинской славы». Прямо сейчас мы расскажем вам о главных темах этого номера. В регионах Северо-Запада накопилось немало проблем, которые затрудняют расселение аварийного жилья. Выход из сложившейся ситуации искали на совещании в Санкт-Петербурге, которое провел полпредпрезидента России Владимир Булавин. Подробности в свежем номере. В рамках празднования 430-летия города на проспекте Чумбарова-Лучинского открылся дом традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». Журналисты рассказывают, что интересного ждет его посетителей. Также на странице газеты вы найдете фоторепортаж о самых ярких событиях празднования юбилея Архангельска. Мэр Виктор Павленко выступил перед депутатами Городской думы с отчетом о работе мэрии в 2013 году. Подробности в материале «Работаем как единая городская власть». Газета продолжает дискуссию о реформе местного самоуправления. Депутат Гордумы Дмитрий Акишев в своем интервью говорит о том, почему он считает действующую сейчас модель управления городом более прозрачной и понятной, чем та, что предлагается в качестве альтернативы. А из материала «Кислород для младенца» вы узнаете, как в рамках проекта «Школа материнской любви» будущим мамам помогают избавиться от никотиновой зависимости. Газета публикует телепрограмму, в том числе круглосуточного канала ПС и страницу поздравлений. Бесплатную городскую газету «Архангельск. Город воинской славы» спрашивайте в киосках Роспечати. Газету бесплатно можно взять в культурных центрах, социальных учреждениях, поликлиниках, больницах и магазинах. Газета «Архангельск. Город воинской славы. Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем». В эфире была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова